Постановление правительства Российской Федерации установлены правила продажи лекарств дистанционным способом. Также расширен перечень лицензионных требований при осуществлении медицинской деятельности, производству лекарственных средств и торговле лекарственными препаратами. Подробностями расскажет Мурат Жанкёзов. В условиях распространения коронавируса, введенных ограничений и самоизоляции, дистанционная продажа лекарственных средств особенно актуальна. 16 мая правительство страны приняло постановление, в котором утверждены правила доставки лекарств. Однако речь идёт только о безрецептурных препаратах. Дистанционно разрешается осуществлять розничную торговлю лекарственными препаратами, за исключением лекарств, отпускаемых по рецепту врача, наркотических и психотропных веществ, а также препаратов, в составе которых доля этилового спирта превышает 25%. Осуществлять дистанционную торговлю лекарственными препаратами разрешено аптечным организациям, которые имеют лицензию на осуществление фармацевтической деятельности. И аптечные организации должны владеть этой лицензией на протяжении не менее чем один год. Чтобы получить право на торговлю в дистанционной форме, аптеке нужно направить заявление и пакет документов в Росздравнадзор, который в течение пяти дней должен их рассмотреть. Только после принятия Росздравнадзором решения аптека сможет принимать заказы через интернет или по телефону и доставить их покупателям. Поэтому обязательным условием для дистанционной торговли лекарствами является наличие лицензии. Позаботились в правительстве страны и об обеспечении граждан безопасными и эффективными лекарствами. В этих целях приняты сразу три постановления, которыми расширен перечень требований, предъявляемых к лицензиатам. Относительно производителей лекарственных препаратов установлено новое лицензионное требование, которое выражается в необходимости внесения информации о зарегистрированных лекарственных препаратах в единую систему мониторинга движения лекарственных препаратов. Также данными документами внесены изменения в положение лицензирования фармацевтической деятельности и к субъектам, которые осуществляют медицинскую деятельность и оказывают различного рода медицинские услуги, а также осуществляют оптовую розничную торговлю лекарствами, дополнено требование о внесении информации о лекарственных препаратах в единую систему мониторинга движения лекарственных средств. Внедрение системы мониторинга движения лекарств позволит защитить население от фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных лекарственных препаратов. Производителям предписано наносить соответствующую маркировку на все виды упаковок. Любой желающий с помощью мобильного телефона сможет лично проверить легальность препарата. Срок обязательной маркировки всех лекарств с 1 июля 2020 года.